Уважаемые коллеги, когда организаторы, которых я хочу поблагодарить за предоставленную возможность выступить, предложили мне выступить именно по этой теме, то я был очень рад, поскольку этот раздел хирургии единичных и эстеральных метастазов мелнома меня давно тоже волнует, как клинициста, хирурга-онколога. Поэтому мне было интересно работать над этим докладом, и я постараюсь подвести итог в конце. Я хочу напомнить, что, к сожалению, хотя меланома кожи в 90% случаев именно и располагается на кожных покровах, это опухоль наружной локализации, но, к сожалению, в нашей стране каждый пятый пациент при первичном обращении к онкологу уже имеет запущенную стадию, третью-четвертую стадию, а это опухоль наружной локализации. Поэтому всем нам нужно быть очень внимательными, и терапевтом в районных поликлиниках, хирургам, и дерматологам, и потому что именно ранняя диагностика скрининга лежит на первичном звене и на кожных нейрологических диспансерах. Потому что мы, онкологи, сталкиваемся уже с каким-то конкретным диагнозом или подозрением. В скрининге мы, как правило, не участвуем. И второй важный момент, что заболеваемость растет на 30% за 10 лет в Российской Федерации, на 18% за 10 лет смертность увеличилась. И, что самое интересное, заболеваемость меланомы особенно увеличится среди тех, кому меньше 40 лет. Активное, репродуктивное, трудоспособное население нашей страны. Если брать на круг всю локальную меланому кожи, то результаты хирургического или комбинированного лечения проводят к тому, что в 40% случаев мы можем полностью излечить пациента от меланомы кожи. Но в 60% случаев речь о полном излечении уже не идет, поскольку в 10% может развиться место рецидив, в половине случаев реализуются регионарные метастазы, у 40% будут отдаленные метастазы, от которых они с большой вероятностью могут погибнуть, хотя сейчас у нас есть такие препараты, которые способны вылечивать даже пациентов на 4 стадии опухолевого процесса. Но речь в докладе идет именно о висцеральных единичных метастазах меланомы. Что делать в этой ситуации? Нужно учитывать особенности данной опухоли, которая заключается все-таки в очень индивидуальном подходе и выборе лечебной тактики. Это обсуждение пациента с метастазами меланомы на мультидисциплинарном консилиуме с привлечением хирургов, морфологов, молекулярных биологов, химиотерапевтов и обязательно радиологов. И также все-таки при выборе планирования лечения руководствуется принципами комплексности лечения. И также поиск оптимальных комбинаций современных методов, то есть мы должны закладывать сразу такую опцию, которая максимально принесет выигрыш для пациента. И у нас, между прочим, в последние годы спектр помощи таким больным серьезно расширился. Это и иммунотерапия, это не та иммунотерапия, которую вы, может быть, ассоциируетесь с интерфероном или интерлигентом 2. Это принципиально новые подходы, ингибиторы контрольных точек иммунитета. Это таргетная терапия на основании мультикерно-генетического анализа. Это и хирургическое лечение, о котором мы сейчас будем говорить. И химиотерапия, как опция, которая иногда действительно приносит свои плоды. Хотя многие страны уже от нее отказались и не используют. Современная стратегия лекарственной терапии заключается в том, что мы определяем сначала вульверно-генетический портрет опухоли, определяем мутации не только бераф, но и цикит для меланомослизистых оболочек и для акрально-антигенозной формы. Как правило, мутации определяются на третьей-четвертой стадии. На первой стадии вряд ли они нужны, потому что пациенты на круг 80% вообще излечены после хирургического удаления. И на первом месте у нас по клиническим рекомендациями, российским и зарубежным, выходит именно иммунотерапия. Ингибиторы PD-1 и CTRL-4. Как в монорежимах, так и в комбинациях. И вторая опция может быть использована при мутированной меланоме. Это бераф и мекингибиторы. Именно в комбинации, поскольку они, только комбинация бераф и мекингибиторов при наличии мутации дает максимальный выигрыш, как в объективных ответах, так и в выживаемости. И химиотерапия, когда у нас нет мутации, нет доступа к иммунным препаратам, или еще какие-то финансовые организационные сложности, химиотерапия может использоваться. Но мы должны помнить, что она низкоэффективная и практически не влияет на общую выживаемость. Если мы планируем хирургическое лечение, то мы преследуем следующие цели. Это полное удаление метастазов. То есть мы должны быть уверенными, что когда мы планируем хирургическое лечение по поводу единичного висцерального метастаза, мы должны быть уверены в роноле резекции. То есть края резекции должны быть абсолютно чистые. И операция носит радикальный характер. Вторая цель – это восстановление функций органов для улучшения качества жизни пациента и перспектив проведения консервативного лечения. Ну, например, удаление симптомного, угрожающего в жизни метастаза из головного мозга. Остаются какие-то мелкие в созывах легких. Мы сразу открываем путь пациенту. Мы спасаем ему жизнь в конкретной ситуации и открываем путь для иммунотерапии или для таргетной терапии. Выбор хирургического лечения метастазов и меланома зависит от нескольких факторов. Их обязательно надо учитывать при планировании хирургической опции. Это, прежде всего, количество и локализация метастазов. Это надо учитывать скорость развития болезни. Если она быстро развивается, хирургия не в пользу. Эффективность предшествующего лечения, если предшествующее лечение было эффективно, если была частичная регрессия, стабилизация, остаточная болезнь, можно рассмотреть вопрос о хирургическом лечении. Молекулярно-биологические особенности. Да, мы знаем, что у пациента, сбирав мутации, больше опций в лечении, чем у пациента с отрицательным статусом, сбирав и цикит. По общему состоянию пациентов на хирургическое лечение должны отбираться пациенты только ЭКОК-0, ЭКОК-1 сохранные пациенты с нормальным абсолютно уровнем ЛДГ, поскольку и ЭКОК, и уровень ЛДГ – это абсолютно независимые факторы прогноза и ответа на современную терапию. По данным исследований в США, проведенные на основе опыта хирургического лечения метастазов органов брюшной полости в период с 1965 по 2014 год, это то время, когда еще не были так активно внедрены в практику новые современные препараты, такие как иммунотерапия, таргетная терапия. Медиана общей выживаемости при хирургическом лечении составила 10 месяцев на хирургическом лечении против 7 месяцев при его отсутствии в планировании лечения. У пациентов с метастазами в желудочно-кишечном тракте, а, кстати, метастазы в желудочно-кишечном тракте – это достаточно частый вариант диссиминации у больных с меланомой кожи, но зачастую клиницисты и онкологи игнорируют такие опции, как гастроскопия, колоноскопия. Особенно это нужно назначать пациентам, у которых появились на фоне прогрессии болезни какие-то диспептические явления. У пациентов с метастазами в желудочно-кишечный тракт, перенесших полную ронолизекцию, медиана выживаемости достигла 64 месяца. Но даже в аэротаргетной терапии, иммунотерапии, множество исследований сходятся во мнении, что при единичных абдоминальных метастазах меланомы должна быть проведена, возможно, проведена их резекция. Однако остается множество вопросов, касающихся выбора хирургии на фоне системной терапии или вместо системной терапии. Это первое, очередность хирургии. Когда идет хирургия, когда идет системная терапия? Первый вопрос. Второе, повышает ли риск метастазирования отдаления сроков хирургического лечения? Достаточно ли только одной системной терапии при достижении полного контроля над заболеванием? Ну и вот в исследовании случаев солитарных метастазов меланомы кожи в органы брюшной полости в период с 7 по 13 год было показано отсутствие существенных различий между общей выживаемостью пациентов, получавших системную терапию и тех, кто перенес только хирургическое пособие. И вот здесь мы видим зависимость продолжительности жизни от количества вовлеченных метастазов органов. Вот если один орган, то выживаемость, она выше, чем когда поражаются три органа. Я хочу сразу договориться, все, что я сейчас буду показывать, это исследования, которые были проведены до внедрения в реальную клиническую практику новых современных препаратов для системной терапии. То есть это будет еще, сейчас у нас рассматривается, когда была химиотерапия с интерфероном, лечение метастазов. Вот в данном исследовании тоже выживаемость гораздо выше при хирургическом лечении, если у нас был единичный метастаз. То же самое выживаемость, естественно, выше, когда хирург провел R0 резекцию, радикально провел удаление метастазов. Выживаемость значительно выше, как вы видите из данных рисунков. Но четвертая стадия меланомы, это группа неоднородная. Как вы знаете, она включает в себя три подстадии. М1А, это когда поражается только кожа, подкожная клетчатка, мягкие ткани и нерегионарные лимфатические узлы. Так вот, если мы применяем хирургический метод, то вот в исследовании, которое указано ниже, медиана выживаемости после хирургического лечения составила 40 месяцев после хирургического лечения, полного удаления R0 резекции, против 6 месяцев у пациентов с системной терапией. Еще раз оговорюсь, это до 2011 года. Все исследования были проведены. Меланома, следующая подгруппа, это меланома 1B, это метастазы в легкие при нормальном уровне МЛДГ в плазме крови. Медиана выживаемости после хирургического лечения 32 месяца при полном удалении метастазов из легких, при 13 месяцах на фоне только одной консервативной терапии. При метастазах в легкие более длительная выживаемость, 12 месяцев, отличается значительно от локализации в другие висцеральные органы, например, в печень. И положительные прогрессические признаки, которые влияют на выживаемость, это длинный безрецидивный период, это предшествующий ответ на системную терапию, это отсутствие метастазов в региональных лимфатических узлах, это 1-2 единичные метастазы в легкие. Самая неблагоприятная группа пациентов 4 стадии, это 4 стадия М1С, когда есть отдаленные метастазы в любые органы с повышением уровня ЛДГ, или это метастазы в печень или головной мозг. Медиана выживаемости после хирургического лечения даже таких пациентов тоже практически в 2 раза выше, 24 месяца против 12 месяцев. По данным СИЕР, из более чем 4 тысяч пациентов с отдаленными метастазами меланомы, 36% пациентов после хирургического лечения имели более лучшую выживаемость и 5-летнюю, чем пациенты, находящиеся только на лекарственном и лучевом лечении. 12 месяцев против 5 месяцев и 16% 5-летней выживаемости против 7% соответственно. Но эти данные нам кажутся очень оптимистичными, так как медиана выживаемости, 5-летняя выживаемость у пациентов, перенесших хирургическое лечение, превышает показатели консервативного лечения практически в 2 раза. Я это хорошо показал на предыдущих слайдах. И данное различие объясняется только лишь тщательным отбором пациентов, основанным на лабораторных, инструментальных исследованиях, учитывая все факторы благоприятного прогноза. И допускались до операции только те пациенты, которые имели предпосылки к хорошему прогнозу, к успешному лечению, что делает статистику выживаемости после операции по сравнению только с консервативным лечением, ну, довольно не всегда однозначные. Но примером могут послужить следующие данные. Из 1750 пациентов с отдаленной метастазой меланомы в печень, проходившие лечение в различные сроки Джон Вейн Канцер Инститют, только у 2% пациентов были допущены к операции на печень. То есть тщательный отбор и, в принципе, на метастазах печень. Это, наверное, не та опция, где мы должны активно применять хирургическое лечение. Если брать чисто палеотивное лечение, то здесь мы можем спасти жизнь, и опять же я уже подчеркиваю, открыть перспективу больному для лекарственного и лучшего лечения. Ну, например, это резекция тонкой или толстой кишки в связи с нарастающей кишечной непроходимостью или уже имеющейся кишечной непроходимостью, а также с угрозой кровотечения. Очень часто у пациентов с меланомой кожи метастазы в желудочно-пущечный тракт. Просто их плохо обследуют. На самом деле на вскрытии практически у 40% больных, умерших от дистанционной меланомы, обнаруживают метастазы в желудочно-пущечный тракт. Лазерная деструкция изофитных эндобрахиальных метастазов в меланомы это палеотивная цель, но мы спасаем жизнь, чтобы пациент не умер отдыхать на недостаточности нарастающей. Удаление симптомно-угрожающего метастаза с головного мозга. Не всегда оно бывает, когда метастаз всего один в головном мозге, и есть какие-то остальные не очень значительные, или он вообще является солитарным метастазом при диссиминации. Здесь это будет тоже очень важная опция. Да, и я хочу уже заканчивать, одна минута буквально, хочу привести пример. Пациентка поступила в отделение терапии нашего центра, 80 гемоглобин, частичная непроходимость. Врач-терапевта смотрел, увидел пигментное образование. Больного дообследовали, увидели, выявили меланому кожи, метастазы в подмышечной лифодисправе и опухоль подвздошной кишки. Сделали исследование, взяли биопсию, получили меланому. Одномоментно с профессором Ходьковым прооперировали. Сечение меланома, подмышечная лифодисекция, резекция тонкой кишки. Год пациентка находилась под нашим наблюдением, потом вышла замуж, уехала в Индию и вышла из-под наблюдения. Морфологическая картина подтверждается. Следующий пример, буквально хочу привести. Первая А-стадия. Вы знаете, что при первой А-стадии 95% излечиваются. Но пациенту не повезло, он попал в 5%. Через 5 лет у него солитарный метастаз легкая. Препараты гистологически потеряны, мутации определить было невозможно. Он получил химио-иммунотерапию, поскольку новые иммунопрепараты еще не были зарегистрированы. С эффектом стабилизации препятствия новых не появилось. Был оперирован нами в объеме нижней лобоктомии справа. Гистологическое заключение метастаз. Уже берав мутацию мы определили, что тоже, кстати, полезная опция. И пациент получал в будущем уже ингибиторы берав. 10 месяцев после операции находился под динамическим наблюдением. Ну и в заключение я быстро остановлюсь на том, о чем я говорил. С применением таргетной современной иммунотерапии ранее неоперабельные метастазы меланомы могут и будут переходить в категорию операбельных, что может повысить в комплексе эффективность как комбинированного лечения, так и общей выживаемости. Решение о выборе операции при отдаленных метастазах меланомы должно быть строго индивидуальным, взвешенным и приниматься на мутидисциплинарном онкологическом консилиуме. Хирургия остается методом выбора у больных с единичными и отдаленными метастазами меланомы. Особенно приоритет за пациентом с метастазами мягких тканей и нереагиональных узлов, а также при единичных легочных метастазах, метастазы в печень ставим под сомнение. Хирургия ограничена, должна применяться при метастазах в печень и головной мозг строго по показаниям, которые сейчас уже разработаны. Удаление метастаза меланомы должно обязательно осуществляться в объеме R0 и преимущество используется малонезийный метод Роскопия, торкоскопия, термоаблация. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова